Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 сентября. Я по-прежнему собираю последний урожай. И когда я вот начала говорить, собираю последний урожай, мне стало смешно. Я уже полмесяца говорю вам, собираю последний урожай, собираю последний урожай. А я все его собираю, собираю. Вот сейчас пошла последняя уже уаксаканская драгоценность, потом вот эти вот медовый салют, все, которые эндотерминатные. Но я хочу показать вам сорт ладошка. А почему собираю последний урожай так долго? Просто у меня очень много сортов. Я уже говорила, что около 300 сортов. И каждый день я выхожу какие-нибудь несколько сортов собирать. Вот сегодня сейчас опять 10 ведер набрала всяких разных. Но хочу показать я вам ладошка, сорт. А перед этим сейчас просто покажу, как выглядят. Потом, возможно, я не успею их даже снять. Вот это все мои новинки, которые только-только появились у меня нынче в каталоге. Вот последний черри оливка сняла. Но ясно, что черри оливка, она именно вот такая маленькая, потому что черри. Но оливка, потому что форма оливки. Вот грейпфрут тоже сняла. И вот этот еще сорт хотела показать. Дефрау. У меня спрашивают многие описания сорта. Но так как мне его прислали, я получила от частного лица, я нигде в интернете не нашла описание этого сорта. Но буду как-то своими словами описывать, если буду его обычный, высокоруслый, эндотерминатный, крупноплодный, красный. Они сначала, когда начали сформироваться, я же не знала, какие будут. Потом я даже испугалась. Они увеличиваются, увеличиваются и увеличиваются. Вот это вот последние плоды. И начали как вот так вот выворачиваться. Видите, они как не совсем, как сказать, не плоско-округлые, а какие-то вот так немножко с этим, ну вот так с загибом. И причем почти все. Они меня даже испугали сначала своим размером, но потом ничего. Устреднились. И вот очень красиво. Смотришь, куст весь увешан вот этими ярко-красными такими огромными плодами. Но подошла я к вам, чтобы показать ладошку. Вы знаете, я сейчас в огороде, у меня нет с собой ни каталога, ни тетради. Я, к сожалению, не помню ни номер этого, ни номер этого. Я знаю, что они все после двухсотого. Ни номер ладошки. Ладошка в прошлом году первый раз я выращивала. И он мне понравился. Я начала снова выращивать. Вот в описании он написан, написано перцевидной, сердцевидной формы, там с заостренным носиком. Вот смотрите тоже, какие они получаются разные. О, Налюша пришла помогать. Есть действительно вот перцевидные, как сердцевидные с заостренным носиком. Есть вроде как перцевидные, но какие-то как плоские. Наверное, поэтому они и называются ладошка, что они действительно вот так положишь в ладонь, и они такие плоские. Сейчас подождите, подойду, постараюсь к другому кусту. Я тут уже все убрала, остались одни эти штыри, я их вытащить не могу, силы не хватает. Земля сухая. Вот смотрите. Вот это такой яркий представитель томата ладошка. Прям в целую ладонь. И вот такой, вроде он как и сердцевидный, но плоский. Очень интересный сорт. Мне в прошлом году он понравился. Я нынче снова его посадила. У него одна проблема. Но кошка раззадурит, сейчас собаку не даст с ней. Очень мало семян. И вот для разведения его не очень выгодно держать. Я вот сколько выпотрошила. Семян прям, ну очень-очень мало. Одно мясо. Но вообще томат очень интересный, такой экзотический. Я тоже получила от частного лица семена. Мне очень нравится. Вот кому нравятся такие экзотические сорта томатов, пожалуйста, ладошка. И он у меня остался, потому что я уже почти, ну половину убрала. Эти томаты я хочу, чтобы они у меня вызрели все на кустиках. Может быть побольше там появится семян у них. И я хочу, чтобы семена были полноценные. Вот остался там у нас бедный Казанова стоит. Очень-очень мало уже томатов осталось. Ну вот видите, какая... Сейчас с другой стороны опять зайду. Какая ладошка у нас... Ой, подожди. Ой-ой-ой-ой. Ладошка нарядная. Смотрите, красота какая. Висят такие. Вот это сорт ладошка. Номер в каталоге постараюсь в описании к видео написать. Видео у меня теперь коротышечки, потому что время поджимает. У нас ночью 6 градусов всего. Нужно успеть до холода и до сырости все это убрать. До свидания. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...